Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Официальный визит в Абруск с рабочей поездкой посетил премьер-министр Беларуси. Если проспать в этот момент, потом можно просто остаться со своим товаром, который за пределы республики никуда не уедет. На что обратил внимание Роман Головченко. Новый герой и все та же награда. Город пополнил копилку очередным орденом матери. Спасибо вам большое, что президент так ценит многодетных матерей. Как успевать и дома, и на работе. Четыре дня до 23 февраля. Беларусь всегда будет верна памяти Великой Победы. Бабруск уже начал поздравлять самых надежных и мужественных, как это было. А также обновленная павлинка, мониторинг цен и чтобы не было беды. В стране стартует безопасная акция, чему посвятят 10 дней. Бабруск с рабочим визитом посетил премьер-министр Беларуси. Первый в списке Бабруск-Агромаш. Здесь Роман Головченко ознакомился с производственным потенциалом предприятия, посетил ЦХ и выставку сельхозтехники. Следующей по программе стала типография имени Непогодина. О главных акцентах рабочей поездки Максим Кембель. 9.30 утра. У проходной Бабруск-Агромаша высокопоставленные гости. И это не случайно. Посещение агрохолдинга в рабочем графике премьер-министра Беларуси Романа Головченко. От слов приветствий сразу к цифрам. В роли докладчика генеральный директор Надежда Лазаревич. Главу правительства интересует буквально все, от прибыли до номенклатуры выпускаемой продукции. Ведь еще 5-6 лет назад предприятие балансировало на грани банкротства. В трудные времена государство подставило плечо. И уже сегодня Бабруск-Агромаш – флагман отечественного машиностроения. Цифры как неоспоримый факт. В шорт-листе 50 стран-партнеров. Прирос зарплаты за два года на 153%. На 143 вырос экспорт. С 300 до 22 снизились складские запасы. Спланированный план производства уже на ближайшие. Твердые заказы на ближайшие. Полгода уже есть. Мы понимаем, что нам необходимо делать и производить. Бабруск-Агромаш – это холдинг. В его структуре шесть предприятий. И входили в состав они раньше, скажем прямо, не с лучшими показателями. Были задолженности, низкие зарплаты, не самая впечатляющая рентабельность. Сейчас, отмечает Надежда Лазаревич, дела уверенно идут в гору. Даже Брест электромеханический, тот, который вошел ко мне в июле, вышел уже на чистую прибыль и приросли в 200% опиум-производства. Мы за три месяца отгрузили все долги, которые два года они не могли отгрузить по СЕЛ. На достигнутом Агромашевцы не останавливаются. По словам гендиректора, чтобы на сельскохозяйственную технику был спрос, необходимо шагать в ногу со временем. Мы прорабатываем модернизацию завода в размере 20 миллионов белорусских рублей. Срок завершения данного проекта – 2025 год. Благодаря программе развития машиностроения закуплено оборудование на сумму 5 миллионов долларов США, установлено на территории завода и будет выполнять свою функциональную нагрузку с 2021 года. Долгов у предприятий нет, ни просроченных ни по банкам, ни по бюджетным займам. Мы работаем с рентабельностью, мы работаем с прибылью, и мы выполняем все показатели, доведенные областью и городом. От цифр и статистики в самую гущу событий. Уже в цехах Роман Уголовченко показывают, как создается бренд с бобруйской пропиской. Механика сборочной и покрасочной цеха. Здесь пример интересуется всеми этапами производства. Большой интерес вызывает уже готовая продукция. Ведь техника под маркой «Бобруйс Агромаша» может удовлетворить даже самого изысканного покупателя. Пресс-подборщики, сейлки, кормоуборочные аппараты, тракторные прицепы. Одна из самых популярных – машина для несения твердых органических удобрений. МТУ-18 можно использовать и для перевозки сельскохозяйственной продукции. Грузоподъемность 18 тонн, вместимость кузова – от 15 до 25 метров кубических. Премьер-министр отмечает, для того, чтобы изыскать резервы для дальнейшего развития, необходимо продумать создание госкорпорации. Вопрос обсуждался и на Всебелорусском народном собрании. Это заложено и в программе правительства, и в программе социально-экономического развития страны. Не отпускает Романа Головченко без записи книги почетных гостей. На память о поездке на сельхозпредприятие гендиректор преподносит главе правительства сувенир – мини-технику. Машина – это наш кормилица, самая высокоретабельная машина на Бобруйской грамоте. Которая разбрасыватель? Которая разбрасыватель, да. Следующей локацией в маршруте премьер-министра становится типография имени Непогодина. Здесь печатают книги, журналы, газеты и бланки. А еще делают упаковку. Оценить масштаб работы несложно. Например, зефир красного пищевика попадает к покупателю в обертке, созданной в этой типографии. Сырки, сгущенка, молоко, кефир. В плену у бобруйских мастеров практически вся пищевая промышленность. Сюда же добавляем марки-талончики. И все же это успехи вчерашних дней. Сегодня в приоритете переход на электронный формат. И даже в цифровой. Как ни крути, бумажный вариант документов уже прошлое. И здесь предприятие сыграло на опережение. Не спеша и грамотно переключилось на выпуск современных видов продукции. Для любого предприятия важно шевелиться и подстраиваться вовремя под те тенденции, которые складываются в окружающем мире. Важный момент, сегодня много об этом говорили, это переход на выпуск специальных кодов для маркировки товаров. Мы знаем, что целый ряд продукций в Евразийском экономическом союзе подлежит маркировке. В частности, это касается молочной продукции, одного из наших основных статей экспортных. И, по-моему, с 1 мая немаркированная продукция не сможет поступать на рынки стран-членов ЕС, в частности, и в Российскую Федерацию. Поэтому, чтобы экспорт не остановился, важно упреждающие шаги предпринять. Это сложная технология, как сегодня директор рассказал. Но, тем не менее, мы вовремя фактически разворачиваем производство кодов для того, чтобы оснащать предприятия-производители. Это тоже очень важно, потому что, если проспать этот момент, потом можно просто остаться со своим товаром, который за пределы республики никуда не уедет. Бобрусь, агромаж, типография имени Непогодина. По профилю разные, но оба заточены на экономические успехи. Ничего удивительного в преследовании именно финансовой составляющей. Ведь главный показатель высокого уровня жизни, как ни крути, реальные доходы людей. Здесь много факторов. Один из них – высокий показатель работы промышленного сектора. В первую очередь, это касается машиностроительного холдинга, который входит в список градообразующих предприятий всей области. Здесь же Белшин и Мясокомбинат – всего шесть представителей Бобруйска. Именно от их работы зависит и состояние, и благосостояние их семьи. Если мы, в частности, говорим о наших градообразующих предприятиях, взять уже Белшину, на которой работают 8 тысяч человек, вроде бы. Но если в объеме города посмотреть и умножить на количество проживающих в той семье, где работает даже один человек, то это, наверное, умножить на 4. Это 32 тысячи населения только тех людей, которые зависят от зарплаты того-либо иного предприятия. Поэтому важно сегодня, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Важно сегодня идти в новую со временем. И сегодня, когда мы посещали эти все наши предприятия, такой был важный посыл сделан. Да, было сложно, да, было тяжело, но мы сохранили производство, сохранили людей. Сейчас нужно уже идти вперед. Надо развиваться, модернизироваться для того, чтобы еще больше нарастить новые рынки сбыта, найти даже новые рынки сбыта. И тем самым, конечно, мы понимаем, от этого зависит было состояние именно в том числе и города, но и в отдельно взятой семье. Высокое качество жизни – приоритет белорусского государства. И все-таки творцы любых успехов – сами люди. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. На этот раз не спортивная, а государственная награда. Орден матери нашел очередную героиню. Ей стала Валентина Казимирович. Тренер по легкой атлетике из Бобруйска воспитывает пятерых. Место чествования родная школа выбрана не случайно. Цветы – как приятный бонус, а эмоции и волнение – как неотъемлемая часть любого торжества. Для меня это огромная честь – получить такую высокую награду. Я благодарна всем. Спасибо вам большое, что президент так ценит многодетных матерей. К слову, дети Валентины Казимирович все свободное время тоже уделяют спорту. Двое старших отдали предпочтение борьбе. Младшие пошли по стопам мамы, покоряют вершины легкой атлетики. Очередная трагедия. В деревне Двор Горбацевича погибла пенсионерка. Чупе случилось накануне днем. Сотрудников МЧС вызвал сын хозяйки дома, который, как сообщается, приехал помочь разгрузить дрова. До приезда огнеборцев мужчина вынес маму из горящего строения на улицу. Однако бригада скорой помощи констатировала смерть. Причина пожара устанавливается. Тем временем МЧС напоминает, не перекаливайте печь, помните, что топить ее более двух часов подряд нельзя. Нарушение правил эксплуатации печи в зимний период – самая распространенная причина происшествий. Необычная репетиция, скользкие улицы и снежный бой. Желающих приглашают поучаствовать в уборке города от снега. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко посетил Купаловский театр. Главе государства доложили о состоянии дел и перспективах развития. Президент пообщался с актерами и побывал на репетиции обновленного спектакля. К слову, каждый новый сезон Купаловский театр открывает Павлинка Янки Купалы. Эта постановка – визитная карточка белорусской драматургии. 273 человека за минувшие сутки пострадали из-за мороза и гололеда. Всего с начала года с такими травмами зарегистрированы свыше 10,5 тысяч белорусов. В антирекордном списке первое место занимает Гродненская область. Затем идут Брестская и Витебская. Минздрав призывает быть внимательными и выбирать правильную обувь для прогулок. Если травмы не удалось избежать, стоит обратиться в травмпункт. В стране пройдет единый день безопасности. Стартует республиканское движение 20 февраля. Продлится до 1 марта. В рамках акции состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, аварии, оказанию первой медпомощи. Будут задействованы все экстренные службы. В Беларуси продолжается мониторинг цен на медикаменты. Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10% снижением торговых надбавок. За стоимостью следят профсоюзы и сенаторы. Они отмечают, что белорусские лекарства зачастую дешевле, чем иностранные аналоги. При этом ничем не уступают по качеству. Да и сами аптеки предлагают выгодные дисконтные программы. Все препараты остаются доступными для потребителей. В субботу в Бобруйске проведут работы по уборке снега, в частности на Максима Горького и Пушкина. Автовладельцев призывают не оставлять машины на проезжих частях, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Также 20 февраля в городе будут очищать от снега тротуарные дорожки, мемориальные комплексы, дворовые территории, жилых домов. При необходимости освободят и кровли от наледи и снега. Всех желающих приглашают присоединиться коммунальщикам и поработать на благо родного города. В Беларуси выздоровели выписаны 264 976 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 275 322 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 753 338 исследований. Такие данные приводит Минздрав. В Беларуси на реабилитацию после коронавируса стали принимать россиян. Их поток вырос, когда между странами возобновилось железнодорожное сообщение. Специальные программы есть в 40 санаториях по всей республике. Для пожилых людей предусмотрены льготы. Лечение длится от 12 до 21 дня. Любимым мужчинам посвящается. На главной сцене города прошел праздничный концерт. Так Бобруск начал отмечать самый мужественный праздник в году. День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Лучшие хиты во Дворце искусства исполнили творческие коллективы. В зале руководство города, а также военнослужащие, их родные и близкие. Лучшим почетной грамоты и слова благодарности. Этот праздник является всенародным. Он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей Родиной и готов защищать ее интересы. Беларусь всегда будет верна памяти Великой Победы. Наш святой долг сохранить ее для будущих поколений, сберечь проверенное в суровых боях единство народа. Позложение венков и цветов к мемориалу воинам-освободителям, напомним, пройдет на Минской 23 числа в 10.30. А уже в 11 часов состоится торжественное прохождение воинов Бобруского гарнизона на Площади Победы. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова